Техническое описание кода неисправности OBD2 – низкий уровень топлива в топливной форсунке группы А что это значит? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии – DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2 – это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Dodge Ram, Camines, GMS Chevrolet, Duramax, VW, Audi, Ford, Powerstroke, Mercedes Sprinter, Peugeot, Alfa Romeo, Nissan, Saeb, Mitsubishi и т.д. Технические точные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, топливные форсунки являются неотъемлемой частью систем подачи топлива в современных транспортных средствах, системы подачи топлива используют различные количества компонентов для управления и контроля объема, времени, давления и т.д. Топливные инжекторы были введены в качестве замены карбюратора, потому что инжекторы более эффективны и эффективны в управлении подачей топлива, в результате они улучшили нашу экономию топлива, и инженеры активно разрабатывают более идеальные способы повысить эффективность этой конструкции. Топливные инжекторы Техническая информация производителя Некоторые примеры различий с инжекторами, ряд 1, 2 и т.д. Парные инжекторы, отдельные инжекторы и т.д. Контроллеры СУД освещает МАЭЛ-индикаторная лампа неисправности, с помощью P2147, или соответствующих кодов P2146, P2148, когда он очлеживает неисправность в пределах напряжения питания к топливным инжекторам и, или их цепям, следует отметить тот факт, что жгуты топливных форсунок расположены в непосредственной близости от экстремальных температур, из-за расположения жгутов они подвержены физическим повреждениям. Имея это в виду, я скажу, что в большинстве случаев это будет механическая проблема. Код низкого уровня цепи топливной форсунки группы AP2147 активен, когда контроллер СУД обнаруживает состояние низкого напряжения в цепи напряжения питания внутри топливных форсунок или их цепей, какова серьезность этого кода неисправности? Довольно серьезный, я бы сказал, в полевых условиях мы называем нехватку топлива в сжигаемой смеси «скудным» состоянием, когда ваш двигатель работает на обедненной дороге, вы рискуете вызвать экстремальные повреждения двигателя как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. Имея это в виду, всегда следите за техническим обслуживанием вашего двигателя, здесь необходимо определенное усердие, поэтому давайте продолжим работу наших двигателей, в конце концов, они тянут наш вес, чтобы перевозить нас ежедневно. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомами кода неисправности P2147 могут быть, неустойчивая работа двигателя, пропуск зажигания, снижение расхода топлива, неустойчивый холостой ход, чрезмерный дым, шум и, двигателя, отсутствие мощности, невозможно подняться на крутые холмы, снижение отклика дроссельной заслонки, кода. Причины для этого кода напряжения питания группы топливных форсунок P2147 могут включать, дефектные или поврежденные топливные форсунки, и, поврежденный жгут проводов, внутренняя неисправность проводки, внутренняя неисправность контроллера ЭСУД, проблема с разъемом, каковы некоторые шаги по устранению неисправностей P2147. Основной шаг номер один Первый рекомендуемый шаг, определить, к какой, группе, датчиков относится производитель, с помощью этой информации вы можете найти физическое местоположение инжекторов и их цепей, это может включать удаление многочисленных кожухов двигателя и, или компонентов для получения визуального доступа, если это возможно, обязательно осмотрите жгуты на наличие потертых проводов, Любая изношенная изоляция должна быть надлежащим образом отремонтирована с помощью термоусадочной трубки, чтобы предотвратить дальнейшие, или будущие проблемы, базовый этап номер два Иногда вода и, или жидкости могут, застревать, в долинах, где установлены инжекторы Это увеличивает вероятность того, что разъемы датчика, помимо других электрических соединений, подвержены коррозии с большей скоростью, чем обычно, убедитесь, что все так, как должно быть, и вкладки разъемов правильно закрывают соединения Не стесняйтесь использовать какой-либо очиститель электрических контактов, чтобы все было плавно подключаться и отключаться, не говоря уже об увеличении электрических подключений внутри соединений при использовании этого продукта Основной шаг номер три – проверьте целостность цепи, следуя инструкциям по устранению неисправностей, приведенным в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля Одним из примеров является отключение цепи напряжения питания от контроллера ЭСУД и топливной форсунки, а затем с помощью мультиметра определить, в хорошем ли состоянии находятся провода Один тест, который я хотел бы сделать, чтобы быстро определить, есть ли разрыв в конкретном проводе, который поможет с кодом P2147 Это – тест на непрерывность, установите мультиметр на резистанс, он же – ОМ, полное сопротивление и так далее Прикоснитесь одним концом к одному концу цепи, а другим – к другому Любое значение выше желаемого может указывать на проблему в цепи Любая проблема здесь должна быть решена путем отслеживания конкретного провода, который вы диагностируете Всего времени С О الله О Продолжение следует...